Президент Пётр Порошенко надеется, что уже на следующей пленарной неделе депутаты проголосуют за пенсионную реформу. А что конкретно им нужно поддержать? Я бы обратил внимание на один факт. Даже при сегодняшних рекордно низких пенсиях в Украине дыра в пенсионном фонде уже превышает, вдумайтесь, 140 миллиардов гривен. Столько, сколько приходится тратить на покрытие дефицита пенсионного фонда, государство не выделяет даже на оборону. А ведь пенсии украинцам действительно нужно повышать. У нас существуют категории пенсионеров, которым уже лет 10 не увеличивали выплаты, несмотря на все колебания курса национальной валюты и инфляцию. Об этом начнем разговор с Александром Данилюком. Александр, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в студии. Гость подробностей недели, министр финансов Украины. За присутствие в нашем эфире вам отдельное спасибо. Здравствуйте, Александр. Скажите, вот можно ли решить проблему дефицита пенсионного фонда, о котором я только что сказал, 140 миллиардов гривен, без проведения реформы? Вы себе представляете такой вариант, если парламентарии все-таки не проголосуют за? Что будет дальше? Проблема с пенсионной системой накопичила уже много лет. И решить проблему, або остановить негативный тренд, тоже невозможно без проведения системной реформы. Поэтому, конечно, важно сейчас, что есть готовая пенсионная реформа, она уже проголосована в первом читании. И я надеюсь, что буквально протягом одного-двух недель она будет принята в другом читании. Это важно. Потому что это стабилизирует систему, дает перспективу к снижению дефицита пенсионной системы. Конечно, сократить до нуля, это не реалистично, в короткой строковой перспективе. Но мы будем поступково сократить дефицит пенсионной системы, она должна быть самодостаточной. Александр, давайте будем откровенны. Пенсионеры, в общем-то, дыра в пенсионном фоне волнует мало, да? Насправдя... Их волнует что? Две вещи. Стабильность и повышение. 1 октября обещали повышение. Оно будет точно или не будет? Однозначно. Если будет проголосована реформа, пенсионная реформа, то будет увеличение пенсии. И она торкнется майже 9 миллионов пенсионеров. 9 миллионов с 12-ти. Тема пенсионной реформы, да и вообще пенсионеров, она очень благодарна для наших политиков. Очень удобно на ней удобрять свое электоральное поле, да? Многие спекулируют сейчас на теме, что пенсии вообще нужно повысить хотя бы до уровня минимальной зарплаты. Это что? Просто популизм или реально государство может найти эти деньги? То есть увеличение, которое мы планируем сделать с 1 октября, это то, что мы реально сможем сделать. Так, не порушивая стабильность финансовой системы. Мы всегда будем пытаться, и когда работали над пенсионной системой, разработкой пенсионной реформы, мы пытались максимально подвищать пенсии. Максимально. Но нам главное также думать, что будет через год, через два. Потому что пенсионеры же не живут только сегодня, так? Будут еще новые пенсионеры, и все хотят видеть перспективу на несколько лет вперед, так? То есть повышение это будет не первым, не последним? Поэтому будет планировать индексация каждого года, и это тоже достаточно суттево, так? Потому что решение этого не произошло. И мы должны быть уверенными и показать перспективу, как будет развиваться пенсионная система протягом следующих лет. Как мы будем увеличивать пенсии. И мы сейчас сделали реформу таким образом, что мы, когда мы говорим, что пенсии будут увеличиваться, что дефицит мы будем отримать там в размере 141 миллиард, и потом будем его скорочивать. Вот это абсолютно все хорошо рассчитано, и мы уверены, что это будет реализовано. Дай Бог, чтобы так и было. Александр, давайте от пенсии перейдем к другой болезненной теме. Это зарплаты. Сейчас снова заговорили, людям начали обещать повышение минимальной зарплаты. Как всегда впереди планеты всей, почему-то не экономисты и финансисты, а политики это обещают. Звучат суммы до 4 тысяч гривен. Скажите, пожалуйста, с Министерством финансов вообще кто-то подобное что-то обсуждал, оценивал возможности государства перед тем, как выходить с такими обещаниями к народу? Сейчас в проект бюджета закладена минимальная зарплата размером 3723 гривен. Вот это также реалистичные цифры, которые мы, как уряд, видим и можем гарантовать, что это поддерживает, что это может быть реализовано без рисков для финансовой системы. Мы будем в подальшем пытаться также этот показатель увеличивать. Но всегда, когда мы это делаем... 3664, да? Я не ошибаюсь. С какого числа? С какого месяца? Это с 1 сентября. Уже с 1 января? С 1 сентября. Спасибо, я, наверное, прослушал. Спасибо за то, что... Но нужно обратить внимание, что это же показатель такой, достаточно, что это такой штучный. Так? Так, средняя зарплата в наступном году ожидается на уровне 8600 гривен. Даже выше трошки. То есть, минимально это такой показатель, на который здесь справится. Хорошо, а вы просчитываете риски от подобных... Но главное, это средняя зарплата. Мы поняли, спасибо. Уже главный позитивный меседж прозвучал. Риски вы просчитываете от подобного увеличения выплат? Рост цен, инфляция? Все сбалансовано. Мы можем не бояться этого? Мы рассчитываем все. И мы уже показали, что... И этот бюджет, до речи, он не на один год. То есть, в этом бюджете будет перспектива на три года. То есть, мы не просто покажем, что будет в 2018 году. Мы покажем, как... О, сейчас показываем. Как наши решения вплыватимы на 2019 и 2020 годы. Хорошо. Раз уж вы начали о бюджете, я вас о нем и порасспрашиваю уже буквально через минуту. Зрителям хочу рассказать, что 15 сентября, это уже следующая пятница, станет еще одним важным днем для украинской политики. Традиционно депутатское счастье привалит. Новый бюджет. Проект документа на будущий год кабинет министров уже подготовил. И как раз в следующей пятнице обещал представить депутатам. Что это значит? Это значит, что потом, три с половиной месяца, народные избранники смогут заниматься одним из любимейших своих дел. Выбиванием денег для своих друзей, предприятий и на округа. Естественно, сами политики называют это заботой об избирателях и национальной промышленности. Но всякий раз находится какой-нибудь курьезный момент, который демонстрирует всю суть бюджетного процесса по-депутатски. Ну вот самый яркий, пожалуй, я вам напомню, он был в декабре 15-го года, когда Арсений Яценюк и Наталья Ереська собирали голоса, чтобы проголосовать за госбюджет. Коалиции не хватало несколько десятков депутатов, готовых поддержать жесткую экономию. Кабмину тогда отказывались помочь все. Особенно радикально. Однопартийца Олега Ляшко. А лидер радикалов даже интервью успел раздать, мол, бюджет Яценюка не поддержит, потому что документ коррупционный, антисоциальный. Но буквально через несколько часов взял да и поддержал. Тут есть нюанс. Правительство тогда согласилось выделить 400 миллионов гривен на закупку пожарных машин, производство которых связывают как раз с главным радикалом. И вот ведь у многих депутатов есть такой свой маленький свечной заводик, на который очень нужно выделить государственные деньги. Похожие истории были и в прошлом декабре, наверняка будут и в грядущем декабре, перед голосованием за бюджет. И, кстати, накануне появились и новые детали того, как расходуются подобные добавочные деньги в украинской политике. В программе «Наши гроши» с Денисом Бигусом, это один из самых громких украинских проектов журналистских расследований, вышел очередной материал об имуществе лидера радикалов. Десятки земельных участков Киевской области. Дома, квартиры в столице. Речь идет об имуществе на десятки миллионов гривен при очень скромных официальных доходах. Мы же продолжим разговор с Александром Данилюком, министром финансов Украины. Александр, смотрите, ваша предшественница на посту министра финансов, госпожа Ярейска, вот на вопросы о вот этих вот всех торгах, она просто пожимала плечами и говорила, ну, такие особенности украинской политики, что с этим поделать, надо как-то со всеми с ними договариваться. Проект бюджета, который вы подготовили на следующий год, ожидает такая же судьба? Скажите честно. Договорение, вот караваны вот этих вот из парламента уже идут. Есть реалии украинской политики, это правда, но есть также возможность сделать бюджет реалістичным, без потелок. И мы это показали, как можно это делать в прошлом году. И в этом году, ну, проект бюджета, над которым мы работали в прошлом году, мы четко визначили приоритеты, и все ресурсы спрямовывались именно на финансирование этих приоритетов. Это была охрана здоровья, освета, социальный защит. То есть мы выделяем, четко показываем, где мы концентруем ресурсы. И мы также говорим, что мы будем делать. И тогда, ну, будь какие-то такие хотелки, они просто не вписываются в загальную конву. И они настолько, ну, штучные, что просто непротив не принимаются в зал. Вот именно таким чином мы будем делать и в этом году. Понятно, в асоциальной сфере вы вспомнили, Александр, мало времени, извините. Ну, если важно, то уточните. Знаете, вот еще, что отрозняется. Действительно, когда бюджет принимается под ялинку, то в очень короткий термин обговорится все, что угодно, что-то проскочивает, что-то не проскочивает. Сейчас, в новом году, и в этом году мы будем рухатись четко по календарю бюджетного процесса. Опыт пока показывает, что нашим депутатам, когда не подай документ в бюджет. В прошлом году вы его подали, согласно законодательству, 15 сентября тоже, насколько я помню. Была невелика затримка, но не под ялинку. Проголосовали когда? Но не под ялочку, но неделю раньше до Нового года. Но все равно голосовали ночью, в последний день. Бегали по залу с пустыми бумажками и друг другу давали сигналы, голосуем или не голосуем. Намагатимся этого года уникнуть. Постарайтесь, пожалуйста. Вы упомянули социальную сферу. Можно ли украинцам надеяться, это очень больная тема для украинцев, болезненная. Можно ли надеяться на существенное увеличение социальных выплат или нет? Знову же таки, мы делаем все возможное. То есть будет существенное увеличение, действительно. И, кстати, как в социальной сфере, как вы знаете, у нас и в гуманитарной сфере, например, на освоту будет на 20% больше, загальней выдатки, чем в этом году. На охрану здоровья на 16% больше. То есть мы сутьево увеличиваем финансирование тех сфер, которые действительно впливают на жизнь простых украинцев. Бюджетный процесс только начинается. Это бюджетная гонка. Еще не раз, уверен, встретимся и в этой студии тоже. И будем обсуждать уже более детально по пунктам все его основные показатели. Спасибо за то, что присоединен к эфиру. Александр Данюк, министр финансов Украины, был нашим гостем. Это подробности недели, напоминаю. Вот о каких темах мы будем говорить дальше в программе. Продолжение следует...